Ну, в общем, кому интересует, зависит в вемуары, в историю, там про это написано. За счет чего это стало возможно? Это стало возможно ровно за счет того, за счет чего потом взлетел Форд, а потом взлетел Макдональдс. Разделение труда. То есть раньше там и шнец, и жнец, и на дуде, и грец. И впервые в Германии ввели понятие генерального штаба. То есть генштаб, который сам не воюет никогда. На передовое его никогда не бывает. Они сидят и планируют наступление, отступление, взаимодействие полков, снабжение и все прочее. Когда они это разделили, были там боевые части, были там целовые штабные части. Тогда, собственно, они стали побеждать. Но там возник вопрос, а как отбирать людей именно в генеральный штаб? То есть как понять, что человек способен к стратегическому шлению? И у них был очень простой тест. Вот приходит офицер, который хочет, в общем, там работать в генеральном штабе. И ему предлагается спланировать военное наступление. Вот здесь вот одна какая-то линия фронта. Линия фронта одних, линия фронта вторых. Здесь тоже какие-то войска. Как вы думаете, по какому критерию оценивали? Подойдет ли офицер для службы в генеральном штабе? В направлении главного убора. Да, но не только. Вариабельно. Можно так, можно так вот, да? Мало. Ну, то есть хорошо, но мало. То есть у стратега должно быть по умолчанию. Просчет плана Б, С, Д. То есть если стратег не продумывает план Б, это фиговый стратег. Это тактика. То есть он может хорошо там лично с шашкой бежать вперед, но руководить даже дивизией или полком он не способен. Одновременно нападение с разностью. Совершенно верно. Совершенно верно. А стратегический гений, то есть сперва таких отбирали, убедились, что они планируют правильное наступление, потом только таких и брали. Вот ему дают такая вводная, здесь линия фронта, такие-то войска, такие-то войска. А стратегический гений, или человек, который склонен к стратегическому мышлению, он планирует наступление по сходящимся линиям. То есть брать противника в тиске. А стратегический дебил, он планирует наступление по расходящимся линиям. Если помните, войска, ну до этих пор, пока это была кавалерия и пехота, там, в общем, им не очень много нужно было того обеспечения. Пришел, там этих бездных крестьян, у них все отобрал и поехал дальше. Но когда стали пушки, когда стали ядра, когда там стали эти уже, если помните, был 1890 год, появились уже там первые самоходные установки, в общем, у крестьян там вот ядер, к пушкам особо не отберешь. Поэтому стал вопрос именно тылового обеспечения, чтобы не просто войска двигались вперед, а чтобы там, не знаю, раненых отвозить, там эти продукты подвозить, там боеприпасы подвозить, техник, которая разрушена, в тыл отправлять, там ремонтировать. Соответственно, вот те офицеры, которые там не смотрели на сроки, не смотрели на то, правильно я все учел, нужно было выявить самое главное, какой у них паттерн. Соединяется ли это у них, вот так вот, наступление, или оно идет по расходящейся. И таким образом Германия побеждала вплоть до Второй мировой войны. Если помните, во Второй мировой войне это был первый раз, когда Германия с середины 19 века, когда начала вот такую стратегию использовать, она от этого отошла. Если помните, во Второй мировой войне Германия в войне с Советским Союзом открыла три фронта. Был Южный фронт, был Северо-Западный фронт и был, как там, центральный фронт, Московский фронт. И Германия свои войска распылила. Она попыталась взять сразу три цели. Как вы думаете, с точки зрения стратегии, вот куда нужно было ударить в первую очередь? В центр. Нет? Отсечь юг, там ресурсы. Самое главное был Южный фронт. То есть, Москва — это понты, Питер — это понты, юг, Кавказ — это нефть. На юге, на Кавказе, это было единственное место в Советском Союзе на тот момент, когда добывалась нефть. Тогда в Сибири еще не разведали, газ не разведались, это Азербайджан, Баку и все прочее. Это единственная точка, где добывалась нефть, и потом добытая нефть. Керансин, бензин, танки, самолеты, все дело летело. Соответственно, если бы немцы все свои войска бросили в едином ударе на Южный фронт, они бы отобрали у Советского Союза юг, отобрали бы нефтяные скважины, и все. На этом война бы сразу закончилась, потому что, если у тебя даже там 150 тысяч самолетов, но их нечем заправлять, тебе это никак не поможет. Однако, корона на голове стала мешать, мы возьмем Питер, мы возьмем Москву, ну а юг так вот. Если помните, на Южном фронте там шли бои, но там были не основные, они уторвались к Москве. Пройтись по этой... Хорошо прошли, но они упираются на него здесь. И вот здесь как раз мы сломали хребет, под Москвой. Потому что казалось очень важно. Хотя, если вспомнить опыт Бородинов, то, что Наполеон взял Москву, ему это не помогло. Потому что Москва это не стратегическая точка, там не было основных ресурсов. Да, там люди, но людей можно эвакуировать. А у нас в Томске, у нас два или три завода во время войны как раз из европейской части эвакуировали, запускали там и танки, и подшипники, и все прочее. Это к чему? К тому, что человек, который в своей жизни планирует цели по расходящимся, он всегда проиграет. Потому что он не сможет там вот все ресурсы закрыть лично собой или даже своими личными ресурсами. Человек, который планирует в своей жизни цели по сходящимся линиям, расходящиеся линии это всегда ответ на вопрос, который, надеюсь, вы уже любите и который у вас в голове уже крутится. Что еще? Что еще можно будет взять? Какие еще ресурсы можно будет подвести? Какие еще промежуточные результаты можно будет себе взять? Это как раз и позволяет все время усиливаться на каждом своем шаге. Те, которые идут на Ростопырку, идет в ВУЗ только за диплом, он распыляет ресурсы. А тот, который идет в ВУЗ, ну, конечно, за диплом, контакты, связи и все прочее. Съездить в Америку, отдохнуть, конференции за рубежом и прочее, прочее, прочее. Да, да, за знакомствами, за связями, которые потом будут играть. Тот, в общем, занимает своей жизнью правильным делом. Поэтому к любой своей цели задавайте себе вопрос, что еще. И если у вас ответ ничего, поводь в кладовку, пускай она там лежит. Продолжение следует...